здравствуйте можно я уже не буду говорить что с вами екатерина лакутина потому что какая нафиг разница кто с вами здравствуйте с вами екатерина лакутина и мы продолжаем работу с нашей доской доска у нас уже теперь заливкашина посмотрите как она у нас шикарно получилось после шлифовки с двух сторон это значит что ее не будет выгибать продолжительный период времени но чтобы выбрать сторону надо просто посмотреть повнимательнее и выбрать наиболее гладкую вот у нас по моему вот эту я выбрала и мы на ней сейчас будем рисовать герб конечно мы не будем писать икону потому что ну не наша задача учить иконописи мы учим технологии работы с деревом и деревянным грунтом у нас есть эскиз вот такого герба конечно это шутка не надо воспринимать это как серьезное дворянское мероприятие и нам нужно на нашу доску перенести рисунок наш эскиз сейчас я покажу как это сделать нам нужно перенести рисунок на нашу доску для этого мы превратим его в такую самодельную копирку мы его задней стороны жирненько поштрихуем мягким карандашом у меня карандаш 6b но на самом деле это не очень важно можно даже от 2b брать и штриховать все хорошо перенесется чем у вас тоньше бумажка тем можно меньше мягкости то есть на кальке 2b вполне достаточно чем толще бумажка вот как у нас ватман тем можно взять карандаш пожирнее полностью закрываем весь наш лист с обратной стороны мы заштриховали наш эскиз с обратной стороны теперь мы прикладываем его на нашу доску надо все выровнять и приклеить и приклеить чтобы зафиксировать наш рисунок чтобы он не сдвигался и теперь мы наш рисунок просто уже твердым карандашом потихонечку передавливаем вот таким образом надавливаем так чтобы он отпечатался с обратной стороны вот давайте кстати посмотрим как это вот он у нас и образуется все передавливаем весь рисунок на доску мы перенесли наш рисунок и тут у нас видите грязючка образовалась но это просто потому что я пальцами переживала прижимала листик можно взять ластик и почистить те места которые нам кажутся грязными и мы с вами должны зафиксировать наш рисунок потому что карандаш это не самое надежное средство для сохранения изображения перед тем как мы начнем раскрывать наш герб мы закрепляем наш рисунок на доске для этого мы берем самую обычную темперу вот мастер-класс либо умбру жженую либо сиену жженую ну что вам больше нравится у них немножко разные оттенки поэтому это дело вкуса в принципе если у вас рисунок темный то можно брать умбру если посветлее то берите сиену ой ну все наша судьба определилась мы берем сиену потому что умбра у нас за с тыла нам нужен какой-нибудь какие-нибудь пассатижи чтобы ее открыть теперь берем тоненькую кисточку у меня вот двоечка если вы умеете единичкой работать можете единичку брать и разводя в воде нашу темперу мы очень тоненько очень нежно обводим весь наш рисунок как я проводила карандашом точно также проводим кисточкой в принципе этого можно не делать но я предпочитаю это делать потому что если у вас где-то сотрется карандаш то вы потом сложных тонких местах замучаетесь эту линию восстанавливать кстати говоря левкас имеет такое свойство если вы где-то мазнули не так это все можно стереть влажной салфеткой или мокрой тряпочкой в ближайшие сутки через сутки уже это зафиксируется и станет нестираемая то есть левкас затянет в себя краску и будет держать ее очень надежно нет она затянется вот карандаш не затягивается потому что у нем нет воды а темпер она затянется внутрь левкаса да каждый следующий слой новый вы можете смывать чтобы приготовить яичную темперу нам нужен не нож конечно нам нужна кипяченая вода вот она у нас есть уксус столовой обычный сырое яйцо и баночка с крышкой в которой мы будем нашу не яичную эмульсию мешать так для начала нам нужно из яйца нам нужен только желток для начала нам нужно освободить желток от белка блин даша это чего не вареная ты сказала тебе нужно одно яйцо я принесла сырое сырое яйцо должно быть так сейчас будет очень внимательно возможно мы не сможем с первого раза ну давай попробуем включила значит берем сырое яйцо и освобождаем его от белка это нужно сделать гораздо аккуратнее чем вы делаете это для выпечки потому что если белок попадет желток то эмульсия у нас не получится наши зрители скажут что мы варвары выкрасили белок да но дело в том что даже этого нам недостаточно дальше мы берем включаем воду тоненькой струйкой и начинаем наш желток промывать у меня тут рука немножко в темпере не пугайтесь сейчас я это смою так чтобы прямо желток остался чистый 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 а если его баночку кинуть или туда водой у меня нет то что на желтке есть пленочка и она нам тоже не нужна то есть нам нужно только сам желток то есть мы теперь берем давайте вот так поставлю чтобы было видно прокалываем наш желток и забираем из него только вот эти внутренности а пленочка которую мне останется сейчас в руке нам тоже не нужно то есть вот мы сделали себе вот пленочка осталось ее мы тоже смоем не нужна нам теперь мы берем нашу скорлупку и из нее убираем тоже вот эту пленочку принципе мерить уксус и воду можно и другими способами но я люблю мерить именно половинкой скорлупки потому что она дает точный объем по отношению к количеству желтка сейчас секундочку помою руку и так мы берем вот если мы представим яйцо целиком вот так закрытое то получается нам от этого объема нужно три части воды и одну часть уксуса то есть уксуса нам надо половинку скорлупки ой это много вот так и мы добавляем воду до пол до полноты вот у нас одна часть уксуса одна часть воды и еще полную скорлупку воды то есть еще две части воды все наша эмульсия готова есть способы делать эмульсию на вине мне потом не нравится этот алкогольный запах во время описания хорошо хорошо мне нравится да вот перемешали вот наша эмульсия готова посмотрите она довольно жиденькая мы ее закрываем крышечкой и между описанием нашей картинки мы убираем ее в холодильник но она все равно не будет храниться очень долго ну я думаю что мы просто потратим быстро а с вами была екатерина лакутина ну разумеется кому же еще с вами быть мы увидимся в следующем видео